Меня зовут Настя, мне 26 лет, я куратор арт-программ в культурном центре ЗИЛ. Я училась в колледже импровизационной музыки по классу вокал, вводила практику на ленфильме, основу независимого кинопроизводства, изучаю французский язык и обожаю театр. Я сама выбрала программу, искала, серчила в интернете. Мне было интересно приблизиться к кино, но, к сожалению, интенсивных программ в Москве я не нашла, поэтому поехала в Петербург. Для меня культура — это уважение и прогресс. Человечество накопило определенный капитал, определенный багаж, который мы сейчас имеем. Все, что человек производит, можно отнести к каким-то материальным, духовным достижениям. И все это и есть для меня культура. Почему уважение? Потому что я думаю, что без этого невозможно работать с тем, что уже есть, и что-то привносить в новое. Искусство для меня — это соприкосновение с возвышенным. Вообще, когда-то Кант сказал, что возвышенное — это что-то недостижимое. Но мне кажется, что искусство — это как раз когда человек к этому прикасается. Когда он что-то чувствует, попадает в определенный канал, который где-то внутри, который выливается в то, что появляется снаружи. Для меня искусство — это большая составляющая жизни. Сейчас я занимаюсь двумя большими проектами в культурном центре ЗИЛ. Один из них — это подростковая лаборатория, летний лагерь с тематическими творческими сменами. Мне очень нравится разрабатывать контент и организовывать, дарить что-то людям, которые младше меня. Я участвовала в международном проекте со своими друзьями-коллегами из Парижа. Мы проводили на Байкале смену для подростков, посвященную изучению звука. Изучали звуковые ландшафты, занимались саундскейпом, записывали звуки, потом анализировали их. И после все это вылилось в то, что мы составляли свои музыкальные композиции. Для человека, работающего в сфере культуры и искусства, очень важен энтузиазм, желание что-то сказать и не сидеть на месте, а сделать что-то для других. Очень часто имя остается за кадром, но ты работаешь не для того, чтобы пропиарить себя, а для того, чтобы привнести что-то в этот мир. Мне кажется, что намерение — это осмысленная мечта, когда ты понимаешь, что ты, правда, без этого не можешь жить, и ты хочешь к этому прийти и стараешься ее добиться. Ну, на самом деле, я поражаюсь тому, как все реально в этом мире. Стоит только действительно захотеть и подумать о том, что ты чего-то очень хочешь, и это правда сбывается. Виновником сбычи мечт, я думаю, может быть только сам человек.